Сегодня, 13 апреля, один из самых известных пожарных Ульяновской области, посвятивший свою жизнь развитию пожарного дела, отмечает 85-летие. Несмотря на возраст, глаза Юрия Федоровича Рассадина все так же горят. Он продолжает рассказывать молодежи о героизме огнеборцев и поддерживает ветеранское движение. Свою жизнь Юрий Федорович не планировал связывать с пожарным делом. Отец был связистом, и Рассадин младший хотел пойти и по его стопам. Но судьба распорядилась так, что с молодых лет он начал работать пожарным, и это стало главным делом всей его жизни. Организовал эту работу и действительно был не просто руководителем, но душой коллектива. Он с гордостью вспоминает, какая подготовка была у борцов с огнем в 70-е и 80-е годы. Тогда же он занимал руководящие посты на службе. На этот период выпало немало испытаний в работе. Жарким летом 72-го года Рассадин организовал тушение сразу девяти постоянно действующих пожаров. Организовали тушение таким образом, что у нас огонь из-под контроля не вышел, и ни один населенный пункт у нас не сгорел. Юрий Федорович принимал участие и в ликвидации крупной аварии на ТЭЦ-1. Тогда сразу два района областного центра в 30-ти градусный мороз лишились тепла. Восстанавливать теплоснабжение жилых домов и социально значимых объектов помогала вся страна. Целый месяц личный состав пожарных частей под руководством Рассадина качал воду из подвалов и обеспечивал проведение огнеопасных работ. Батареи были на улице, которые взорвались. Чугунные батареи металлические. Это поля. Пожарная безопасность Ленинского мемориала тоже его заслуга. Юрий Рассадин участвовал в разработке этой системы при строительстве здания. В его ведомстве были и другие стратегические объекты, такие как «Искра», радиоламповый завод и мебельные комбинаты. Любыми путями мы добились, что у нас пенополистирол на кровле нет. Это был настоящий бой. Профессиональная гордость сменилась болью и разочарованием в начале 90-х, когда система пожарной охраны была на грани исчезновения. Он вместе с коллегами, ветеранами службы, боролся за сохранение статуса пожарных. Уйдя на пенсию, Юрий Федорович не бросил любимое дело. Он помогает ведомственному музею, поддерживает ветеранское движение, проводит лекции и рассказывает молодежи о героизме своих коллег, их самоотверженности. Именно благодаря Юрию Рассадину немало спасателей выбрали эту нелегкую профессию и нашли дело в своей жизни. Ирина Шмыгова и Александр Асохин. Вести. Ульяновск.